Друзья ангелов Друзья ангелов Друзья навсегда. Часть первая Я требую мести. Я хочу уничтожить Сульфуса. Потише, Блю. Тебя могут услышать. Кубрал прав. Пока мы не найдём новое укрытие, нам надо быть очень осторожными. Но вы же сами приказали убрать всё из школьного подвала. Конечно. Если бы нас раскрыли, нам пришлось бы плохо. Вот почему мы переместили контейнер Санджели в безопасное место. Дайте мне разобраться с Сульфусом. Это всё, чего я прошу. Нет. Погоди. Но почему? Он нас обманул. Мы знаем, что он сделал. Но сейчас нас интересует не этот дьявол. А Раф? Раф? А что с ней? Она отправилась в город Энджи и встретилась с профессором Арканом. Она вернулась совсем другой. И какой же? Раф стала более спокойной и уверенной в себе. Она даже решила помириться с друзьями. Что? Они никогда её не простят. Тут ты ошибаешься. Это невозможно. Ничего не понимаю. Ты не знаешь ангелов. Чистое сердце прощает легко. Поэтому мы хотим, чтобы ты последила за Раф. Надо выяснить, действительно ли она помирилась с Сури. Хорошо. Но только с одним условием. Ты не можешь выдвигать условия. Мы уже договорились об оплате. И ты её получишь, когда будут уничтожены весы Вета. Я говорю не о ключе. Мне нужен Сульфус. Но это уже другая сделка. Когда придёт время, вы позволите мне его уничтожить. Или сделки не будет. Хорошо. Можешь забирать Сульфуса. Я так рада, что вы приехали в наш город. Я буду учиться вместе с подругой детства. Да. Что такое? Разве ты не рада учиться в золотой школе? Вообще-то... Не знаю. Я ещё не привыкла. Но почему? Тут очень хорошо. Но... Меня тут пока что не принимают. Мой единственный друг в школе – это ты. Не волнуйся. Я тебя со всеми познакомлю. Если что-то понадобится, обращайся ко мне. Спасибо, Сара Джейн. Ты настоящий друг. Но мы же её друзья. Только не говори, что ты до сих пор на неё сердишься. Но будет ли всё по-прежнему? Нет. Я не намерена её прощать. После того, что она мне наговорила. Но она помогла мне. Если бы не Раф, я бы никогда не решила проблему Лили. Если бы не Раф. И она же перед тобой извинилась. Правильно. И это отчасти была моя вина. Я запуталась в своих чувствах к Александру. Не пытайтесь меня уговорить. Вряд ли я смогу простить Раф. И я тебя не виню. Раф! Простите, я случайно подслушала. Мне нужно забрать свои вещи. Когда-то это была моя комната. Ну и ладно. Мне всё равно пора уходить. А то я опоздаю на урок физкультуры. Ури, у тебя есть основания на меня сердиться. Но я сделаю всё, чтобы ты меня простила. Так я и думала. Ури не допустит возвращения Раф в их компанию. Простого извинения мне недостаточно. Кабирия думает, что я хочу быть похожей на тебя. Какой абсурд! Нет, я никому не завидую. Давай, Ури, ты сможешь. Замечательно, молодец! Молодец, Ури! Ты чуть не сломала мне ногу. Какой вес я подняла? 360 килоперев. Это рекорд. Ура! Я чемпион! Долго ты им не будешь. Думаешь, у тебя получится лучше? Кабирия, ты даже гантели поднимаешь с трудом. А вы слышали новость? От поднятия тяжести сильно потеют. Ну и что? А потеть сейчас не модно. Ты так говоришь, потому что не хочешь состязаться со мной. Ури, успокойся. Браслет сигналит. У Сары Джейн проблемы. Пойду ее проведаю, а ты играйся со штангами. Нет. Странно. Никогда еще не видела Ури такой агрессивной. Да, агрессивность явно повышена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отличный бросок, милая. Молодец, Сара Джейн. Время истекло. Сара Джейн отлично играет. Я бы тоже сыграла. В спортзале я тебя уже обошла. Правда? Отлично. Спасибо. Мой браслет подал сигнал. Что случилось с Сарой Джейн? Ничего плохого. Она только что заработала команде очко. Еще одно, и золотая школа в финале. О чем это вы? Школы проводят чемпионат по волейболу. Еще одно очко, и мы победим и выйдем в финал. Поняла. А за кого мы болеем? Ну, конечно, за золотую школу. Девчонки, вперед! Закиньте мяч на середину. Извините, он не знает правил. Конечно. Ведь волейбол не связан с едой. Это неинтересно. Так в чем проблема, Сара Джейн? Да. Девочки, еще одно очко, и наша команда в финале. Мы это сделаем. Какая стратегия? Все внимание на оборону. Кэнди, ты главная на подаче. Я постараюсь. Мяч должен быть у Лили. И я заработаю очко. Конечно. Проход по центру, ладно? Угу. Сара Джейн молодец. Ее все слушаются. Она прирожденный лидер. Я тоже хочу быть такой. Готовы? Я в нетерпении. Сара Джейн, давай! Команда золотой школы побеждает. Ура! Ура! Мы в финале! Молодцы, девчонки! Изумительно! Вы лучшие! С вами мы не прыг! Спасибо, Манди! Они победили! Но я не вижу проблемы. Может, наши браслеты заклинило? Он опять звенит. Эми, тебе понравилась игра? Да, очень. Послушай, я могу попросить тебя об одном одолжении? Конечно, можешь. Это не срочно. Иди в душ. Поговорим об этом после школы. Так в чем дело? Это не так-то просто. Я прошу о большом одолжении. Ну и хорошо. Ведь ты мой лучший друг. Я хочу играть в финале. Что? В финале? Но ты ведь даже не в команде. Ну да. Но ты же капитан. Ты могла бы меня принять. Для меня это очень много значит. Не понимаю. Но ты же обещала познакомить меня со всеми. Со мной никто не разговаривает. Меня не зовут на вечеринке, и у меня нет парня. А при чем тут волейбол? Ну, если меня возьмут в команду, и мы выиграем, я стану популярной. Ты заметила, как сегодня все толпились вокруг тебя? Ну да. У команды много поклонников. Вот именно. Если я буду в команде, у меня тоже появятся поклонники. А ты умеешь играть в волейбол? Ты прекрасно знаешь, что умею. Знаю, знаю. Но мне придется выгонять кого-то из команды. А это не честно. Правильно. Но ты можешь взять меня на свое место. На мое место? Но ведь я капитан команды. Ну, я знаю, что прошу слишком много. Но все же подумай об этом. Если я выполню просьбу Эмми, она заберет себе всю славу. А если не выполню, она не будет со мной дружить. Вот это проблема. Согласна. Но я уверена, что Сара Джейн поступит плохо и выгонит кого-то из команды. В конце концов, она капитан. Нет. Уж я постараюсь, чтобы Сара Джейн помнила о том, что дружба – это главное. Правда? Странно слышать это от тебя. Увидимся в кабинете вызова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...